Почти все лето 2021 года и до первых заморозков подряд на организации проводили капитальный ремонт дорог. Но, к сожалению, не все дорожные покрытия выдержали зиму. Сохранность дорожного полотна по весне проверил глава администрации Игорь Миронов. Зима показала, что у нас часть недочетов были обнаружены, когда снег сошел. Мы эти все недочеты описали на правильную в Ашану. Сегодня посчитали правильным вместе с вами встретиться, пройтись вместе, уже воочию отфиксировать, чтобы это было не на бумаге, а непосредственно на обыксе. Лично в этом убедились. И, собственно говоря, определить, договориться, в какие сроки мы эти замечания хотели бы, чтобы были исправлены. Потому что мы и сами наблюдаем, и от жителей очень много жалоб поступает. И, несмотря на то, что дорожный план был удержан в прошлом году, осенью, после зимы, конечно, очень много недочетов всплыло. Каждый метр автодороги по Пархоменко, Ленинградской и Лесопарковой проверили тщательно. К комиссии были выявлены ряд проблем. На улице Пархоменко это шелушение асфальтобетонного покрытия, просадка колодцев и наличие выбоин. Основное, конечно, по всей длине это шелушение асфальта. То есть неправильная температура укладки асфальта. Вот и в связи с этим шелушение, нарушение разметки. То есть асфальт вышелушивается, разметка не держится. Все это сегодня еще раз просмотрели, до подрядчика довели. То есть будем проводить именно работы по устранению данных недостатков. Разрушение бордюрных камней, наличие просадок люков и дефектов дорожного полотна были выявлены на Ленинградской и Лесопарковой. Все эти недоработки подрядная организация должна будет устранить в рамках гарантийных обязательств. Также есть вопросы по дождеприемным колодцам. Это, в принципе, все устранимо. И в ближайшее время мы уже начнем производственный процесс именно по устранению этих замечаний. На сегодняшний день идет работа уже по планировке чернозема в полосе отвода. Ну и в дальнейшем мы устраним вопросы по тротуарам и бордюрного камня. Уже в ближайшее время подрядчик начнет срезать верхний слой покрытия, после чего приступит к укладке нового асфальта на участках, которые не прошли экспертизу.